Они рисуют на заборах и фасадах домов, громят остановки и наносят ущерб общественному транспорту. Сегодня в поезде обнаружили некультурные и неприличные выражения, которые были написаны маркерами. Разрушают магазины и даже воруют мосты. Жители Скопинского района за несколько дней разобрали на металлолом мост, принадлежавший комбикормовому заводу. Ущерб оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Воровство и хулиганство всегда были привычными вещами для россиян. Но за последние три года количество актов вандализма существенно выросло. Граждане РФ оскверняют памятники Сталину и Ленину, поджигают могилы так называемых героев СВО и жарят шашлыки на вечном огне. Что скажешь? Прости, господи, не ведают, что творят. Давайте откроем матрешку и посмотрим, как Россия утопает в беспределе. То, с какой неистовой ненавистью российские оккупанты разрушают в Украине дома, больницы, детские сады, церкви, памятники и скверы, приводит в ужас весь мир. И только подчеркивает тот факт, что армия РФ никого не освобождает и не спасает. Она целенаправленно уничтожает украинские города и истребляет граждан соседнего государства. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Те россияне, которые не уехали на войну, сбрасывают свою агрессию на своих соотечественников и занимаются вандализмом у себя на болотах. Потому что жестокость и потребность разрушать у глубинного народа в крови. Только в России инаугурация президента могла закончиться расстрелом деревьев. А служба в церкви погромом. Пьяный мужчина ворвался в Свято-Успенский мужской монастырь. Выкрикивал фразы, оскорбляющие чувства верующих. А также разгромил церковную утварь. Ударом ноги он опрокинул аналой, разбил стеклянную вазу и стекла киотов двух икон, которые бил кулаком и металлическим подсвечником. Мотивом к преступлению стала религиозная ненависть. А это кадры из Свято-Никольского храма в оккупированном Севастополе. Здесь устроил дебош полуголый неадекватный гражданин из Ростовской области, который имел признаки наркотического опьянения. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Еще одна духовная скрепа россиян – это воровство. Цветочная воровка пенсионного возраста появилась в Прёкском районе. Жители одного из домов поставили клумбы во дворе, но заметили, что из них стали пропадать выращенные цветы. Они установили еще и камеру видеонаблюдения и засняли воровку. Как оказалось, целую серию цветочных краш совершила женщина пенсионного возраста. Вот здесь стояли красивые красными цветами растения такие же. Таких здесь уже нет. Здесь два растения взяла. Действия ее все были продуманы, четкие. Она шла намеренно, чтобы забрать цветы. Что касается российской молодежи, то она без зазрения совести разрушает чужие арендованные дома. И портит новые поезда в столичном метро. Два парня из Смоленска приехали в Москву, но вместо того, чтобы полюбоваться, к примеру, полотнами великих художников в Третьяковской галерее, решили оставить свой художественный след и почему-то в московском метрополитене. Вооружившись черным маркером, разрисовали стены, двери, сидения. Правда, талантом ребята явно не блеснули. Кривыми надписями сложно кого-то удивить. Если, конечно, эти кривые надписи оставил не Путин, потому как в РФ принято аплодировать стоя только каракулем бункерного деда, даже если они напоминают фаллический символ. Это вам на память. А это умные остановки Новосибирска. Точнее, то, что от них осталось. Какие-то хулиганы практически сразу после установки павильонов сломали все оборудование и побили стекла. Видимо, пользователи не смогли разобраться с этим ноу-хау и пошли на радикальные меры. Шкипер, смотрите. Выводы? Похоже, это сигнал тревоги. Лампа накаливания указывает на сбой в работе. А выглядит красиво и даже завораживает. Тоже верно. Так, рекол. Инструкцию. Угу. Проблема финита. Еще одно излюбленное место российских вандалов — это лифты. И если вы думаете, что их уродуют исключительно маргиналы, алкоголики и наркоманы, то глубоко заблуждаетесь. Эти две девушки тому подтверждение. Одна из них работает дознавателем в полиции, вторая в арбитражном суде. А в свободное время подружки раскрывают свой творческий потенциал, где придется. Еще немного практики и дорастут до известного российского портретиста современности. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо. Некоторые хулиганы предпочитают заниматься творческим беспределом инкогнито. Как те, кто облил краской памятник главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Возьмите их на место поставьте. Пускай они сдуются. Если дело касается осквернения памятников воинской славы, то правоохранители обязательно найдут вандала, чтобы наказать и проучить остальных, не согласных с режимом. Памятник герою Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова облили черной краской. В диверсии обвинили жителя Улан-Удэ Саяна Зариткуева. По версии следствия, он сделал это за вознаграждение по заданию неизвестного из мессенджера. Хулигану предъявлены обвинения в осквернении символа воинской славы России. Ему грозит до 20 лет колонии. Можно только догадываться, как накажут мужчину, который снес голову бюсту Сталина. Расстрелять. И плевать, что власти установили памятник без согласования с местными жителями. Если царь взял курс на восстановление культа Иосифа Виссарионовича, значит нужно исполнять. Беспрекословно! А как бы вам хотелось? Иногда найти хулиганов, которые надругались над объектами, установленными в память о советском прошлом, найти не удается. В таких случаях в РФ принято обвинять мифических нацистов. Памятник Ленину сожгли в Таншаево. Он был установлен в прошлом году. Это единственный памятник Ленину, установленный с момента распада Советского Союза. О, да тут все разбитое даже. Они разбили, наверное, не подожгли. А зачем это так делать? Варвары? Да, блин. Тут венок был. Вот он стоял вот тут. Венок. Спереди стоял. Его подожгли. Основа-то осталась, а вот сам венок-то сгорел. Я считаю, что это глупо и безответственно. Первый секретарь обкома КПРФ Владислав Егоров после сожжения заявил, цитирую, пособники нацистов пытаются демонстративными надругательствами над символами советской эпохи посеять социальную рознь, дискредитировать великие достижения советского общества. Однако свидетели четко дали понять, что нацисты к этому акту надругательства отношения не имеют. Кто поджег его, где-то он в тех кусах прятался. Подросток 12-15 лет. То есть он поджег и потом спрятался там? Да. А кто это был, не знаешь? Нет, а какие-то мальчики. Они кинули какую-то свечку белую, и венок загорелся. Кто бы это ни был, виновникам стоит хорошенько спрятаться. Потому как дед не простит такого отношения к Ильичу. Я девочка, припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. А еще бункерный инфицирован вирусом победобесия. Поэтому наказание за осквернение символов так называемой Великой Отечественной войны неминуемо. Даже для несовершеннолетних. Они жарят сосиски на вечном огне. К примеру, против этой восьмиклассницы из города Руза возбудили уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма. Хорошо, хоть георгиевские ленточки школьница не сожгла. А то ведь они в России теперь имеют особый статус. Согласно новому закону, за их публичное осквернение можно заработать штраф до 5 миллионов рублей и даже загреметь за решетку на срок до 5 лет. Потому что мы не можем поощрить нарушение закона, от кого бы они ни сходили. Да неужели? Почему тогда участникам так называемое СВО хулиганство и мародерство сходит с рук? Им закон не писан. Они не боятся разнести продовольственный магазин. Так вы сидите долго дома, заебись. А я там кровь свою проливаю. Разбить автобус. Или попытаться сжечь ресторан просто потому, что еда оказалась недостаточно вкусной. Мужчина в камуфляже заказал бутылку водки и закуску в кафе «Толстая креветка» в городе Ревда. Закуска ему не понравилась и посетитель стал скандалить. Затем он взял канистру с бензином и облил вход в заведение. Охрана вызвала полицию. А вот на этих кадрах российские герои-освободители грабят свиноферму у себя же на родине в Белгородской области. Правда, ничего ценного они в здании так и не нашли. Только дверь зря выломали. Но удовольствие от процесса получили. Вы сбриндели совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стул? Рано или поздно эти вандалы в камуфляже все же поплатятся за свои преступления. И за те, которые совершили у себя на болотах, и за то, что творили и творят в Украине. Даже после гибели тела этих мародеров и убийц не найдут покоя. Потому что закон бумеранга никто не отменял. На этих кадрах 100-килограммовый хряк роется в святая святых, словно в грязи. Стадо веслобрюхих осквернило десятки сельских могил, и что в самое свинское разворотило захоронение паших героев. Здесь покоится участник СВО погибшей. Могила разрыта. Символично. Не правда ли? Свиньи-вандалы оскверняют могилы свиней-оккупантов. Скотина сбегает со двора мясного фермера, который делает колбасу. Это уже не первый раз новость об очередном вандальном променаде, как ножом по сердцу жалуется Наталья, мама погибшего бойца. Я бы с удовольствием, если бы он мне попался, я бы его, извините меня. А другого языка заводчик и не понимает, уверяют жители. Кстати, вандализм на кладбищах – это одно из самых распространенных явлений в России. Хулиганы танцуют на костях усопших дедов. Невозможно смотреть уже. Поджигают могилы так называемых героев СВО и даже мочатся на надгробие родителей Путина. Что это такое вообще? Мы где живем? Вы живете в стране беспредела, россияне. Потому что главные ваши скрепы – это воровство, деградация и насилие. А с таким набором ценностей ваше государство обречено на самоуничтожение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...